Всем привет, меня зовут Мария, я психолог Медицко-психологического центра индивидуальности. Сегодня мы с вами поговорим про три формы поддержки. Поддержка очень важна в любых отношениях, потому что она нужна всем и нужна очень часто. И важно также правильно уметь ее давать. Например, бывает так, что близкий вам человек говорит, почему ты меня никогда не поддерживаешь, или ты вообще умеешь поддерживать, после себя только кто-то становится. А вам, например, казалось, что вы максимально содействовали, максимально помогали этому человеку. И, вероятнее всего, проблема здесь в том, что вы даете этому человеку не ту форму поддержки, которую ему хотелось бы получить. Давайте разберемся. Первая и самая явная форма – это эмоциональная поддержка. Она имеет наступать, когда человеку нужно выговориться, прожить свои чувства, прикрутить в голове ситуацию заново. Ему уже станет легче от того, что вы дадите ему возможность показать свою слабость, поможете ему успокоиться, или как-то поможете ему словесно. Это не значит, что нужно говорить, что все будет хорошо, или да ты сам виноват, или да забей ты, чего ты ожидал. Нужно дать понять человеку, что вы проникли с его проблемой, сказать «Я понимаю твои чувства, мне очень жаль, что с тобой это произошло». Вторая форма – это интеллектуальная. В этом случае человек нуждается в поиске вариантов решения своей проблемы, и поэтому нужно найти, помочь ему, какой-то способ, как разрешить его ситуацию. Даже ваши заинтересованы в его проблеме, уже то, что вы потратили время на раздумки, даст человеку понять, что он не один, и что он и вам важен. И третья форма – действенные. Тут название говорит само за себя. Когда человек кратко описывает свою проблему, вы можете у него спросить, что я могу для себя сделать. Обычный человек, который нуждается в этой форме поддержки, он скажет конкретно, чего он из вас ожидает, и если вы готовы для него это сделать, то делайте. И чтобы лучше понять себя, я предлагаю вам задать себе вопрос. Какая форма поддержки нужна мне чаще всего? И какую форму поддержки я обычно даю другому? Можете задать этот вопрос своему близкому человеку. Если вы хотите наладить отношения со своим родителем, со своим партнером или со своим другом, я приглашаю вас к себе на консультацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!